Всем привет, ребята, меня зовут Шерняз, и вы, конечно же, на моём канале. И сегодня, ребятки, у меня есть к вам две новости. Хорошая и плохая. Хорошая новость на улице гроза. И, как вы уже знаете, я люблю дождливую погоду. Ну, вообще-то, вы не знали? Ну, а теперь будете знать. А плохая новость, ребяточки, просто жесть. Да, это жёстко. Ну, в общем, я хотел сегодня постричься. Ну, знаете, да, ребяточки, стать красавчиком. А вообще, я красавчик. Окей. Ребята, я хотел сегодня постричься, и оказалось, мой парикмахерческий был закрыт. Вот так вот. Теперь придётся ждать, ребяточки. Завтра, конечно же, он не придёт. Завтра, вообще-то, суббота, да? Суббота завтра? Нет, ребяточки. А, а хотел ждать два дня? Ну, в общем, ребяточки, ещё есть маленькая новость. Ну, как бы, ну, не маленькая. Ну, это тоже новость, ребяточки. И это новость Снежана Сыренова. Не говори так! Не говори так! Вы можете сказать, типа, what? А я вам скажу, ребяточки. Она. Надеюсь, это девочка. Или девушка. Окей. Она. Моя активная подписчица. То есть, ну, она всегда лайкает мои видосики, ребяточки. И активно пишет комментарии. Лайкает каждый ролик. Ну, в общем, красава. Ну, не красава, красавица. Без слов. Просто от меня личного уважения. Если ты это смотришь, ты попала на канал. Вот так вот. Спасибо тебе большое. Просто, просто респект. И другим ребятам, которые лайкают мои ролики, активно смотрят, пишут комментарии. Но, вообще-то, не пишут. Но скоро пишут, ребяточки. Будут писать. Окей, ребяточки. Приступимся к ролику. Что будем мы сегодня делать? Ну, не мы. Вы просто будете сидеть и смотреть меня. А я вам буду дать совет. Как же стать блогером? Присаживайтесь поудобнее и начинайте смотреть ролик. Итак. Чтобы стать блогером, нужно снимать ролики. Вот такое вот простое задание. Есть такие случаи, когда человек снимает очень крутые видео. Крутой, масштабный, качественный. Просто респектный ролик. А в нем набирается, ну, допустим, мало просмотров. Давайте скажем так. Мало просмотров. И этот человек увидит это. И просто, конечно же, разочаруется. И он начинает, ну, что сказать, просто не начинает снимать. Просто, ребяточки, он же знает, что его труд просто уходит куда-то не туда. Никто не будет оценивать. Ну, короче, перестает снимать. Но не стоит сделать так, ребяточки. Не стоит сдаваться. Просто продолжайте снимать ролики. Продолжайте, продолжайте и продолжайте. Не останавливайтесь. Потому что, ребяточки, бывают такие случаи, где есть такие люди, везучие люди. С первого ролика они становятся, ну, популярными. То есть, его ролик становится популярным. И с помощью этого он станет популярным. И после этого у него, конечно же, желание появляется. И он дальше начинает снять ролики. Но, ребяточки, бывают такие случаи. И у человека, ну, постепенно будут набраться просмотры. Слышите, да, ребятки, на улице дождь? Окей, не будем останавливаться. И бывают такие моменты. У человека первый ролик, второй ролик и третий ролик, ну, не будут популярными. А может быть, четвертый становится популярным. Вот так вот. И еще один совет, ребяточки. Не стоит снять просто тупые ролики. А что, не нравится? Не могу объяснять, но просто снимайте полезные ролики. У всех своих роликов бывает своей аудитории. Ну, например, детский контент, средний контент. То есть подростковый контент и так далее. И взрослый контент. Детский контент это, ну, допустим, мультики. Вы же не смотрите мультики, да? Да-да-да-да. А хотя, смотрите, конечно же. Средний контент это, ну, просто ролики, которые будут смотреть подростковый возраст. То есть, ну, про любовь, про машины, про короче-короче-короче. Короче, ребяточки, если сказать, то много. Но снимайте хорошие ролики. Взрослый контент это, ну, уже будут смотреть уже взрослые люди. Мужчины, женщины будут смотреть, если сказать грубо. А если помягче, ну, большие люди. А ну, говори нормальным языком. Что я сказал? Окей. Например, мой контент это смешной контент. То есть, я добавляю смешные моменты или же, ну, грустные моменты. Ну, понимаете, да, ребяточки? И вы должны так же снять. Ну, не стоит же просто сидеть и сказать, типа, ну, чтобы сайт-блогером нужно вот так сделать. А потом это получится так. Но если что не получится, вот так. Ну, понимаете, да, ребятки? Если сказать по-серьезному, то это будет скучно. Лучше снимайте и одновременно добавляйте смешные моменты. Как я. Вот так вот, ребята. Если люди хотят стать блогером, то это просто нормально, ребяточки. У всех бывают родители, которые не понимают, типа, зачем снимать такой ролик? Что, из этого ролика получится какая-то крутая вещь или ты получишь деньги? Конечно же, они правы. Но они не знают. Ну, они же уже, типа, наши родители, они же уже не знают, как, то есть, новая жизнь, новая технология. Сейчас люди с легкостью зарабатывают деньги с помощью блогерства. Просто снять ролик и зарабатывать деньги. И если сказать честно, ребяточки, блогеры зарабатывают больше, чем другие работники. То есть, ну, например, скажем, таксисты, люди, работающие в аэропортах или какой-то бизнесе, ну, они немножко мало зарабатывают. А блогер, вот, больше не зарабатывает. Сейчас такой век технологии. Сейчас все люди начинают снимать ролики и на нем зарабатывать. Это круто. Я хочу стать так же. Если вы хотите снять ролик, ребяточки, мой совет. Никогда не сдавайтесь. И не стесняйтесь, конечно же, это тоже главное. Просто снимайте классные ролики и получайте удовольствие. Ну, например, я не буду грустить, потому что у меня есть свои подписчики, свои ролики и свой цель. Еще один факт, ребяточки. Люди, которые, ну, увидят комментарии от хейтеров, просто грустят, ребяточки. Некоторые просто не будут снимать дальше, а некоторые будут снимать дальше, но будут обращать внимание на хейтеров. Типа, если хейтер тебе будет написать, ну, ты лох, типа, не снимай такие тупые ролики, ты вообще тупой, ты смотри на себя в зеркале, ты просто страшный. И после этого люди, то есть те люди, которые обращают внимание на хейтеров, снимают ролик и скажут, типа, ты, ты это все сам говорил мне, это все ты. Ты не красавчик, ты лох, ты и так далее, ребяточки. Зачем так сделать? Зачем обращать внимание на хейтеров? Не стоит грустить. Это нормально, ребяточки. У всех людей бывают свои хейтеры, то есть люди, которые ненавидят. Ну, например, надеюсь, у меня тоже есть люди, которые меня ненавидят. И, как видите, я не обращаю внимания на хейтеров. Внимания, то есть, внимания не обращаю на хейтеров. Слышите, ребяточки, дождь, дождь. Жестко, конечно. Ну, так вот, не стоит обращать внимание на хейтеров. Они просто останутся такими же человеками, которые не любят вас. Вот так вот. Просто снимайте ролик дальше и получайте удовольствие. Надеюсь, ребяточки, этот ролик был вам полезен. Все, что я хочу от вас попросить, это, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои мнения в комментариях. Может, я что-то пропустил или не знаю. Надеюсь, вы будете снимать ролик, будете достигать своей цели и будет все круто. Ну, а с вами был я, меня зовут Шарниев. Всем пока! И вот ролик, где я провел свои летние каникулы. Вот так, ребяточки. Мы работаем в такую жару, в таких условиях. Жара просто, ребяточки, просто жара, капец. Не играю я в телефон, просто работаю. В каникулах я работал, но теперь ждите новые крутые ролики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok